Это томаты, которые я посажу снова в следующем году, потому что они действительно мне принесли очень хороший урожай, и я этими томатами действительно довольна. Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду и Левогороди. И сегодня мы с вами не готовим, мы не работаем в теплицах. Сегодня я просто хочу с вами поделиться своими удачами, неудачами и конкретно остановиться на томатах. Какие же все-таки меня порадовали сорта? Может быть даже не сорта, а гибриды. Но об этом потом. Начнем с того, что как же я все-таки сажала рассаду томатов. Рассаду томатов я, как всегда, сажала в улитке. Никогда не изменю этому способу посадки, потому что настолько он удачный и он меня всегда радует. Единственное, что я всегда стараюсь как бы не стоять на месте и более-менее усовершенствовать улитки. И вот все-таки я пришла к выводу, и конечно в новом году мы с вами будем сажать, я вам покажу именно мои выводы по улиткам. Конечно, это побольше добавляет земли в улитки. И я не буду больше в одну улитку сажать много сортов. Потому что происходит все равно путаница. Вот лично для меня я все равно путаюсь. Если вот даже каких-то, допустим, я три семечка посажу, лучше пусть это будет небольшая улитка с большим объемом земли. И томаты, которые высаживаются непосредственно из улитки в теплицу, они очень себя хорошо чувствуют и очень хорошо развиваются. То есть можно даже не делать эпикирование. В этом году я попробовала, 11 марта я посеяла томаты в улитку, поставила в теплицу эту улитку, накрыла, поставила дуги, накрыла укрывным, пленкой. И рассада себя очень даже порадовала. Она догнала даже в ту рассаду, которую я сажала дома. То есть такой вариант тоже возможен. Это у того, допустим, у кого место мало на подоконнике. Конкретно еще хочу остановиться на способе, ну, будем говорить образно, да, обрезок макушек у томатов. То есть мы что делаем? Ну, как его назвали, ну, будем говорить, якобы китайский, да, метод это отрезание верхушек у томатов. Честно говоря, я не понимаю все равно этого способа. Вот не понимаю я его до конца. Я не буду этого делать. Вот я пробовала, я попробовала у нескольких томатов, у меня были обрезаны макушки. Да, томаты выросли, они как бы были нормальные и все. Но я не заметила разницы между теми томатами, которые у меня были посажены лежа. То есть я считаю, зачем делать томатам какой-то стресс, вот для чего растить это растение, да, холить, лелеять его, а потом взять ножницы, отрезать. Честно говоря, я не буду, никогда не буду прибегать к этому способу. Если все-таки томаты переросли, очень, очень хороший и удачный способ это посадить томат лежа, оставить над поверхностью земли только макушку. Вот этот вот способ я, конечно, приветствую и я как бы им пользуюсь. Ну, это так коротко про ссаде. Конечно, в новом году будем с вами снова сажать, снова пробовать, делать какие-то выводы, удачи-неудачи. А теперь я хочу остановиться на семенах. Что же, да, кстати, о рассаде. У нас есть ролик, что у меня очень большой процент рассады, конечно, подмез. У меня в рассаднике замерзла рассада. И дело в том, что рассада, вот, кстати, которая росла в улитках, вот как раз-таки та рассада оказалась в стойке маловянным солдатикам. И она, ну, было частичное подмерзание листьев, но она очень быстро адаптировалась и снова пошла в рост. Потому что все-таки корневой системе было довольно-таки тепло. Ну, вот эта рассада у меня не пострадала, потому что у меня была и была рассада, какая-то была рассада в стаканчиках. Вот. Но все, я отказываюсь и полностью, конечно, я перехожу на улитки. И вот сейчас я конкретно хочу с вами поделиться, вот какие томаты меня порадовали. Это томаты, которые я посажу снова в следующем году, потому что они действительно мне принесли очень хороший урожай. И я этими томатами действительно довольна. Мне они очень даже, как бы, пришлись по душе. Кстати, я сажала сорт, вот я хочу сказать, это клюква в сахаре. Я вот точно сейчас не скажу вам, это гибрид или сорт, вот, но, вот вы знаете, вот честно скажу, больше не буду его сажать. Вот настолько это действительно была клюква. Лучше посадить томат какой-то черри, но я ходила и, ну, в шоке была. Ну, такой горох был, нет. Вот, кстати, от этого томата я, конечно, откажусь. Ну, что ж, давайте теперь конкретно остановимся на тех томатах, которые мне действительно понравились и которые я буду сажать, конечно, в следующем году. Это, там, очень много томатов я сажала в Сибирский сад. Значит, это бабушкин секрет. Вот такой вот томат. Это приятно то, что именно то, что написано здесь, да, как бы до нас доносят, вот именно на обратной стороне. Все это, конечно, совпало. Это действительно, тут пишут приятный сюрприз для садовода. Это действительно, это очень приятный сюрприз, потому что томат этот сибирской селекции со сладкими, мясистыми плодами. Плоды настолько были мясистые, вы не представляете, они были сахарные, они буквально таяли во рту. Вот настолько, ну, действительно, это сорт, с которого вы можете без проблем собрать семена и быть со своими семенами. Это те, кто занимаются, да, и собирает семена. Плоды были до килограмма. И действительно, это так. В нашем инстаграм есть фото, вот, кстати, вы можете посмотреть. Я там стою действительно с подносом, вот, ну, действительно, это сортовые томаты, как вот они выглядели. Это томат высокорослый, 150-170 сантиметров. Опять хочу остановиться, это лично из моего опыта, это я ни в коем случае вам не навязываю, но я для себя сделала выводы, что в теплице я все-таки буду сажать теперь только высокорослые томаты. Почему? Потому что у низкорослых томатов все равно рост ограничен. Если высокорослые томаты, они будут, ну, у них нет предела роста, вы понимаете? Они растут, растут и завязываются, то, конечно, у низкорослых томатов вот такое вот отсутствует. Так что бабушкин секрет, конечно, я посажу. В этом году я для себя сделала открытие, я посадила де Барао Гигант, это опять сибирский сад. Это новый средне-поздний сорт, это высокорослый сорт и очень такие плоды крупные, не мелкие, как у де Барао, крупные. Они более такие мясистые, он, пожалуй, даже хорош и для салатов, он хорош, и даже для сока. Очень урожайный и, в общем, очень. Он меня вот именно вот, это сорт, он меня порадовал. Так, еще меня порадовал томат сахарный гигант. Это, в общем, было написано, что плоды никого не оставят равнодушными. И вот если посмотреть вот тут на фотографию, на пачке, да, это действительно выглядело так. Так, томатов было такое изобилие, я вам вот просто не могу передать. Конечно, они высокие, это полтора метра, вот, и очень много было томатов. Первая кисть формируется над восьмым-девятым листом, каждое последующее через два. Вес достигает до одного килограмма. Очень сахарные, очень мякоть такая плотная, сладкие. Хороши как для соков, для салатов. Можно также дольками консервировать, они не разбредаются. Очень хороший сорт. Мне очень понравился банан розовый. Он есть банан розовый, есть банан красный, банан желтый. Действительно, томатов было очень-очень много. Это высокорослые растения, индотерминатные. Высотой где-то 1,5-1,6. И вот очень они, вы знаете, что они меня порадовали? Действительно, очень такие они мясистые. То бывает обычно вот как у пальчикового типа, да, обычно как бы пустые томаты. Эти томаты, они мясистые, в них очень мало зернышек, очень мало семян. Вот, поэтому я вот на следующий год его обязательно посажу. Он мне понравился. Конечно, я не могу и я не хочу изменять это томату Кенигсберг. Это Сибирский сад опять-таки. Это действительно очень вкусный томат. Кто его не сажал, вот попробуйте, посадите и вот сажайте хотя бы по несколько, да, семечек. И делайте для себя вот выбор. Он очень хорошо консервируется. Очень хорошо он лежит. То есть вот его хорошо класть на дозревание вот дома. Значит так, томат Пузата Хата. Тоже, этот томат я сажаю всегда. Мне он нравится. Это мясистые вкусные плоды. Растения высокорослые, полтора метра высотой. Плодоносит вот прям вот до самой макушки. Томаты все завязываются очень хорошо. Так, вот сюда отодвинул. Томат Малиновый слон. Вот, вы знаете, это действительно малиновый, это слон. Это действительно слон. Это сорт. Растения высокорослые, томаты такие очень мясистые, очень сахарные. Вот я их пускала и в сок. Это очень хорошо делать кетчуп, аджику, да просто даже в салат. Томаты действительно очень-очень вкусные. Очень мне нравятся томаты, я его сажаю каждый раз, это тещин язык. Томаты очень такой интересной формы. Они, ну, чем-то они похожи, конечно, и на перцевидные, да, но вот очень интересной формы. И насыщенной такой окраски. И опять-таки характерно для этого сорта, что томат мясистый, очень такой мясистый. И, кстати, вот хочу, пока я про томаты рассказываю, вот хочу конкретно остановиться, что просто обидно сейчас бывает то, что мы ждем от семян, да, какого-то там именно заверенного нам сорта, да, а, увы, оказывается, совершенно не то, потому что, ну, очень много пересортицы. Но вот это вот все, это сорта. И можно самим собирать семена. Мне очень нравится, это опять-таки сибирский сорт. Так, семена, кстати, очень мне нравятся их семена, именно вот по томатам, конкретно по томатам. Это томат Мазарини. Вот, ну, действительно, очень вкусный. Вот с сердцевидной такой формы у них томаты. Томат такой мясистый, сладкий, сахарный. Томаты достигают 700-800 грамм. То есть это крупные томаты. Очень вкусные. Я хочу конкретно остановиться на томате бычье сердце. В данный момент это бычье сердце розовое. Но, честно, откровенно, хочу сказать, вот сколько я сейчас не покупала бы бычьего сердца у, ну, прям буквально у разных агрофирм, я не нахожу того бычьего сердца, которое было раньше. Нет сейчас тех томатов, которые были действительно крупные. Вот, ну, может быть, это так вот у меня случалось. Ну, это серьезно так. Вот сколько вот пытаюсь, сажаю, но я не получаю тех томатов, которые были раньше. Я хочу еще остановиться на томате Каспар. Вот как раз-таки этот томат, такой перцевидной формы, плоды плотные, мясистые, красные, и очень вот он хорош для консервирования. Вот в данный момент это голландская серия, очень хорошие томаты, но, опять-таки, к сожалению, почему-то порой не радует всхожесть. Вот я сколько раз их сажала, сажаешь, и всхожесть такая довольно-таки бывает плачевная. Не знаю почему, но такое случается. И вот, хотя я все-таки вот сейчас я в основном говорю по сорта, но есть у меня любимый гибрид, это Ирина. Я его сажаю каждый год, каждый год, и он меня всегда радует своим вот плодоношением и количеством томатов. Вот, пожалуй, вот гибрид этот, но мне нравится он. Так, что же я еще сажала? Это абаканский крупноплодный розовый, куст высотой 1,7. Вот, что в нем вот характерно, несмотря на то, что он довольно-таки крупный, 500 грамм томата, есть и больше, это очень ранний томат. Он высокорослый, но он раннеспелый, и, в общем-то, томатов очень много на нем. Он такой сладкий, тоже сахарный. Томат очень хороший. Мне очень нравится, это опять сибирский сад, это медвежья лапа. Вот этот томат я тоже всегда сажаю, это крупноплодный, вот, в общем-то, плоды до 800 грамм. В кисти формируется 4-5 эффектных плодов. Но это действительно так, что прям висит он буквально вот гроздями. Томат очень хороший. Так, мне, конечно, я, ну, я очень люблю космонавт-волков. Вот, ну, многие пишут, что плохой, плоды мелкие. Но это вот опять-таки, я хочу сказать, что это все, наверное, зависит от качества семян, да. Порой нам, может быть, и скажут, что это космонавт-волков, а это недалеко, далеко не космонавт-волков. И я его сажаю всегда. Томат очень вкусный, сладкий, очень хороший. Значит, томат малиновый великан. В данный момент это для меня была новинка, и действительно написано новинка. Но он меня очень-очень порадовал. Это крупные такие мясистые плоды, очень такие сахарные, плотные, неводянистые. И у них довольно-таки очень такой вот привлекательный вид у этого томата. Опять-таки, ну, это, конечно, де Барао. Де Барао я тоже, я его люблю и никогда ему не изменю. Де Барао есть розовый, де Барао есть красный, он есть желтый. Даже сейчас, по-моему, есть черный. Ну, очень хороший, очень урожайный. И, опять-таки, кто-то, допустим, жалуется на него. Но я считаю, что это, опять-таки, все зависит от ухода, от климатических условий, от погоды. Здесь может быть много причин, у кого он вот так дает урожай, а у кого-то по-другому. Так, конечно, это 100 пудов. Вот, когда начинается сезон закупки семян, и вот у нас конкретно в городе, вот семенные магазины, вот сейчас он появился 100 пудов. Но когда начинается разгар вот этой посадки рассады, его практически невозможно купить. Это все-таки говорит о том, что это действительно очень-очень вкусный томат. Это мясистый томат. Я его сажала, сажаю и буду сажать. Это высокорослый томат, и он действительно очень-очень урожайный. Так, мне очень, меня порадовал в этом году томат Мамонт. Тоже мне очень понравился этот томат. Это крупные плоды, вот, плоско такие округлые, они как бы немного ребристые, вот, отличаются очень действительно сладким таким вкусом, вот. Единственный как бы вот недостаток, немножко все-таки вот бывает, где веточка, он немножко как бы зеленоват. Но это нисколько его не портит, он действительно очень-очень вкусный. Так, какой томат я еще вам скажу, я сажала и мне понравился. Это томат Ленинградский гигант. Несмотря на то, что все-таки я пришла к выводу, да, ну, я не буду все равно сажать больше низкорослый томат в теплицу. Все-таки теплица позволяет выращивать высокорослые томаты. Но тем, кто сажает вот в туннеле, да, томаты под пленку или на улицу, вполне вы можете посадить этот вот действительно ленинградский гигант. Томат очень вкусный. Так, что у нас еще? Добарао красный. Так, и вот такой томат в этом году я сажала первый раз. И действительно, название соответствует действительности. Это чемпион веса. Вот, ну, действительно, это чемпион веса. Плоды отдельные были до килограмма. Вкус сладкий, мясистый, очень ароматный. И вот именно он хорош для соков. Ну, я просто люблю для салатов, ну, для различных заготовок. Ну, даже не бойтесь, если томат этот крупный, его можно всегда порезать на дольки. И есть отличный рецепт томаты дольками, да, или дольки в собственном соку. Поэтому вот этот вот томат меня порадовал. Вот японский трюфель, пожалуй, вот вы знаете, вроде бы и все, как бы и ничего. Но уж очень я не люблю, вот если мы посмотрим на картинку, вот эту желтизну томата от плодоножки. Вот не люблю. Поэтому, ну, он вкусный и все. Ну, вот, пожалуй, наверное, я ему скажу нет. Ну, это опять, у всех вкусы разные, да. Так, алтайский, так, вот, сейчас мы его откроем. Так, алтайский красный. Это салатный сорт, крупноплодный. И нежная мякоть, и высокорослый, и очень много, отдельные плоды до 500 грамм. Вот, и очень вкусный, тоже очень такой вкусный томат. Вот, я его сажала в этом году первый раз. Мне он понравился. И вот опять-таки, вроде бы кажется, да, я опять говорил там, гибриды, не гибриды. Вот, ну, вот мне понравился гибрид мясистый F1. Вот этот гибрид мне понравился. Он очень-очень урожайный. Вот, урожайность у него, вот, я действительно, ну, как нам написали, 14-16 килограмм с квадратного метра. Ну, конечно, поменьше. Но урожайность у него, я вам честно скажу, бешеная. Он очень урожайный. Это томат. И самое главное, что он раннеспелый. Он самый первый начал у меня, вот, давать действительно плоды. Ну, плоды были вкусные, сладкие. Вот, но единственное, как у всех гибридов, у них, они немножко, да, у них кожица такая, как бы, ну, твердоватая. Вот, и мне понравился томат Барбарис. Вот, я его сажала тоже первый раз. Вот, растение, хотя и невысокорослое, но в теплице оно довольно-таки выросло большим, высоким. То есть томаты сочные, сладкие, ароматные и очень-очень урожайные. И он хорош для консервирования. Вот, пожалуй, вот такие томаты, ну, которые мне действительно понравились в этом году. Которые себя показали очень с хорошей такой, да, стороны, будем говорить, или как, я не знаю. Все-таки лето у нас было просто ужасное. Мы поздно высадили, я, по крайней мере, я очень поздно высадила рассаду. Я боялась высаживать, потому что это холод, это заморозки. Но, я хочу сказать, что новичкам, даже кто начинает, вы не бойтесь заниматься томатами. Если все-таки соблюдать вот агротехнические приемы, я не сторонница закрывания дверей в теплице. Вот, все это повесить там вовремя йод, но это много очень приемов, да, и мы не будем сейчас на них останавливаться. Мы все-таки соберем очень хороший урожай. Но вот, опять-таки, я каждый год, я говорю себе, сажать томаты в открытом грунте нет. Вот, ну, вот хоть я и сажаю, да, у меня большой стаж огородника, все, они у меня, честно вам скажу, не получаются. Как бы я их не обрабатывала, как бы я их не сажала, чтобы, ну, не зря вот у нас в свое детство я всегда помнила, что папа собирал прям буквально зелепушки томаты, потому что страна вечно зеленых помидоров, томатов. И вот, пожалуй, все-таки, да, на следующий, теплицы теперь предостаточно, и я скажу, на следующий год посадки томатом в открытый грунт конкретно я сажать их не буду. Но я хочу, чтобы тоже меня поняли, вы понимали правильно, будут писать комментарии, что все растет в открытом грунте, все растет хорошо. Но, дорогие мои, когда вы пишете, вы, пожалуйста, не забывайте указывать в комментарии, где вы территориально находитесь. Нам могут написать с юга и сказать, я такие урожаи собираю, да, в открытом грунте. Но, увы, в Подмосковье это все очень-очень довольно-таки сложно. А вот, конечно, теплицы, это, пожалуй, для нас это выход из положения. Ну, что-то я сегодня разболталась. А с вами была Юлия Меняева на канале «Восадули в огороде». Если вам понравился ролик, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь. Кто не подписался, заходите на наш канал. Пока-пока! Пока!